В столице состоялось пленарное заседание первого съезда представительных органов местного самоуправления Якутии. Всего в работе съезда принимают участие 505 делегатов от наслеженных и районных советов. В повестке форума повышения статуса и полномочий депутатов наслегов и районов республики актуальные вопросы реформирования местного самоуправления. Туяра Филиппова подробнее. Эльмира Соломатина приехала на съезд из села Угольное Верхнеколымского района. Небольшое село обеспечивает углем не только северные улусы, но и соседние Чукотку и Магадан. Депутата радует, что в последние годы массовый отток населения сокращается. Самая сейчас такая перспектива – это капремонт наших домов, пятиэтажные дома у нас. Это первый вопрос, который стоит, потому что люди должны проживать там, люди хотят приехать там жить, работать и жить. Именно от доверия населения к власти зависит, какова жизнь в районах и поселениях. Но отсутствие четкой концепции развития самоуправления в стране и несовершенства законов создают нездоровую конкуренцию порой внутри самой власти на местах. У власти две ветви. Глава все-таки большее значение сейчас имеет, чем совет депутатов. Вот это основная проблема. Каждый должен сделать шаг друг к другу навстречу, что главы, что депутаты. Быть активнее, не бояться создавать правила жизни в районах и поселениях призвали, в свою очередь, самих депутатов. От вашей активности и твердой гражданской позиции зависит то, насколько быстро будут происходить изменения в жизни муниципальных образований. Общественные экспертные структуры, это нужно понять всем, не могут решить того, что должны решать вы. Нужно самим отделять внимание, находить время, ресурсы для решения задач по благоустройству жизни всей окружающей нас действительности. Идти навстречу, научиться работать вместе, пожалуй, главный литмотив первого съезда представительных органов местного самоуправления. Проблемы, которые обсуждались, как выяснилось, они общие у всех, поэтому все вопросы уже актуальны и подняты, то есть сформулированы проекты резолюции, и в том числе и наши пожелания там уже учены на сегодня. Чтобы нас услышали, чтобы внесли какие-то, может, поправки в законы, чтобы все-таки нас не оставляли на произвол судьбы, как говорится, нас видели, нас знали, что мы там есть, мы живем, мы работаем. По итогам съезда будет создан постоянно действующий совет представительных органов, который вплотную будет заниматься взаимодействием с парламентом, общественными объединениями. Участники и гости съезда отметили, что, несмотря на имеющиеся проблемы, Якутия – один из немногих регионов страны, где местное самоуправление действительно оправдывает свое название. Это в каких-то субъектах Российской Федерации, муниципалитеты еще над какими-то проблемами бьются, ищут подходы к их решению. В республике Саха-Якутия они решены. И здесь ставятся проблемы уже более высокого уровня, более концептуального уровня, которые, я бы сказал, должны находить свое отражение уже не столько на республиканском, сколько на федеральном уровне.